И снова здравствуйте, и снова добрый вечер. Это Харьковская подвесная дорога. Наверное, самая протяжённая подвесная дорога. Во всём мире. Дело в том, что в последний раз я был на подвесной дороге 25 лет назад. И, вы знаете, вот мы посадку делали, я немножко был в шоке. Это, наверное, в каких-то спецприёмниках так людей пропускают. Потому что 25 лет назад, я насколько помню, просто покупаешь билетик, женщина-кассирца продаёт билетик, и спокойненько все садимся. Чипсы? Чипсы буду, буду. Говорят, нам подсказывают из соседней кабинки, что чипсы... Ну, сухари открой. А, сухари. А здесь стояло 8 таких... Ну, давайте я их назову мужиками, да, это спецодежды, парк. И они, как бы, это, отдавали инструкции. Ну, они были настолько великодушны, что сообщили нам, что туалета нет. И предложили в лесок. Это, получается, они сами тоже ходят в лесок, и у них туалета нет. Не, возможно, у них есть служебная. Они ходят в памперсах. Ну, подвесная всех лет очень изменилась. Я помню, 25 лет назад, последний раз я был, когда мы прогуливали учебное заведение, и решили на подвесной дороге прокатиться. И вот в одну кабинку у нас набивалось, наверное, ну, штуки 4-6, это точно. Мы открывали, там, свешивали ноги. Даже вот еще на, приблизительно, на этом участке, не, уже отъехали, но подъезжая спрыгивали. Ну, получается, что... Как-то и по пословице, ни к селу, ни к городу. Семеро машут, да... Точнее, семеро... Или как? Один парень с семеро руками машут. Это то же самое было. Это такой спецприемник, то есть, это такие мордовороты в классическом понимании стоят, такую разнарядку дают. А что поменялось? 25 лет назад женщина продавала билетик, и люди спокойно садились. А сейчас, мало то, что садят толпа вот этих квадратно-лицах аборигенах, так и высаживают тоже такая же толпа. Ну, вы знаете, мы наслаждаемся последними теплыми денечками этого года. Вообще, грустно, конечно. Ну, что... Как в той песне, вот и всё, вот и кончилось, тёп. Ну, смотри, засними, поваренная, поваленная, поваренная. Берёза, берёза просто погибла. Погибла, скорее всего, либо от ветра, либо от старости. Словно, у тебя есть сигаретка? Я на то, ОРЗ, настолько растрогался от погибшей берёзы, что прям хочется... Белая берёза. Есенина. А Есенин как сказал по этому поводу? Я тебя люблю. Есенин сказал так. Слышу звон тальянки, голос одинокий, Он такой любимый и такой далёкий. А теперь я, милый, ничего не значу Под чужую песню и смеюсь, и плачу. Вот, мы болотцы проезжаем. Да, кстати, парадокс в том, что у нас тут... У нас настолько... Харьков огромный город. Что самое интересное, она у нас хоть и длинная, но самая низкая. Вообще, подвесная дорога наша задумывалась не как средство развлечения, как средство переправы. Да, кстати, Слава правильно подсказывает. Дело в том, что, чтобы удобнее и быстрее и финансово, мы по времени плане добраться до места назначения на другой конец города, было решено построить подвесную дорогу. То есть она отстроилась как воздушный трамвай, но уже потом она как воздушный трамвай... Но насколько вы ещё знаете, есть малая железная дорога. Малая железная дорога строилась... Извините, я перебью, кстати, по съёмкам, если вы посмотрите, вот я вот снимаю сейчас, и как бы леса, 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 леса... Вот, а это центр Харькова. А, кстати, центр Харькова. Мы один раз центр Харькова в болоте засняли. Да, да, да. Интересно, вот этот вышить кох. Такая вот подъёмный механизмик. Не механизмик, а средства подъёма для ремонта, видимо, подвесной дороги. Ну вот, так малая железная дорога строилась для военных целей. И уже потом её начали эксплуатировать под детскую железную дорогу. Ну, а я так думаю, что она и сейчас служит. Ну, конечно, только на территории Харькова. Харьков во всех аспектах... А вот тут, кстати, отвоёванные участки. Элитные дома мы видим. Те, которые захватил... Товарищ Кернес. А я думал, Элоизович. Хотя, Слав, я буду друг не знать, кто такой Элоизович. Построил, наверное, пожалуйста. Строится и дальше. Хотя, говорил, что всё это будет для города. Никаких там домиков не будет для индивидуального пользования. Но вот так вот получилось, что он... Ну, наверное, солгал. Времени не хватило. Времени не хватило, да. Вот зато ты камеру отводишь, а рядом с нами находится... О, да, ещё один престижный какой-то комплекс. Я думаю, что это тоже не для общего пользования. И он настолько выглядит, как в Чернобыле пустой. Ну, пока месть, скажем так. Ни одного человечка нет. Это как в Китае строят города пустые. А на самом деле под пустыми городами строят ещё города. На случай ядерной войны. Это мы где-то две трети дороги проехали. Ну, или три четверти, вот так вот. В общем, нет. Пока на паузу нажму, дойдёт до чего-то интересного. А вот ты, кстати, камеру перевёл, вот можно заснять до разруху. Тут же ж рядом. Он... Это не разруха. Это ещё недостроенная. Не, ну, как бы, я думаю, как бы, ну, знаете, как бы, в моей ситуации, наверное, как и многие харьковчане, дикий фанат своего города. Это, наверное, присуще всем городам. И каждый город хочет найти себе изюминку. Большие города, малые города. Ну, как бы, вы знаете, у меня такая есть ассоциация, что харьковчане как муравейник. То есть... Чухают, чувствуют друг друга. Вообще, это, с одной стороны, по нашим меркам, более-менее оптимальный вариант иметь город-миллионник, или у нас, по-моему, двухмиллионник. Хотя, вы знаете, статистика дела... Добровольная. Да, добровольная и неблагодарная, потому что нас, допустим, пытаются убедить в том, что население планеты 7 миллиардов, а есть независимые эксперты... Шесть. Математики, которые утверждают, что нас не более миллиардов. Почему-то я склонен больше к ним. Чисто интуитивно. Вообще, конечно, я не знаю, выложим мы это на YouTube или нет, потому что, как бы, я не был готов к столь широкому пояснению обстановки. у нас все ролики ограничивались двумя-тремя секундами, а тут, получается, у нас идет полноценная запись. Вообще, не знаю, даже бычок не могу кинуть за борт корабля. Буду ждать, буду ждать пепельницы большой. Как говорится, надо начинать с тебя. Разруха, она неправильная. В ума. И это не для камеры, дело в том, что я могу носиться с бычком иногда полчаса, пока не увижу это. Урну. Урна, какое интересное слово. Мусор. Ну, подмена понятий. Как называлось в старые времена? Это уборная, да? Сейчас уборная другое имеет значение. В старые времена не такие уже старые назывались здравницы, а сейчас больницы. То есть, когда человек ложился в здравницу, он выздоравливался, а в больницу, чтобы болеть, там, Министерство образования, было Министерство просвещения, да, просвещали, а сейчас образовывают. Безобразными делаем и так далее. Мы сейчас на самую высокую точку выходим. Мы выходим, мы как Гагарин. Мы сейчас юный Гагарин. на высоте плечего полета. Интересно, конструкция сделана, но я не знаю, по ночам ли чудесный этот аттракцион работает или нет. Но как нас садили, это знаете, как в каком-то распределительном распределителе, распредельнике. Еще, извините, повторюсь, раньше женщина выдавала билетик и все люди сажали, нехотя и плаву. А тут такой, блин, десант, камуфляжи, что-то так инструктирует. Становитесь на красный квадрат, а вы на красный квадрат, по очереди, блин. Блин. Вот ты любитель минусы рассказывать. Рассказывай прелесть. Прелесть. Прелесть заключается в том, что в Харькове впервые в мире расщепили атомы. Ну, это во всяком случае из официальной истории. Под Харьковом есть могила первого космонавта в Липовой рощи. Вот. Что еще? Харьков вообще как бы Харь. Что такое Харь? Харь на старославянском мудром языке это означало энергия. Она находилась в районе живота, под пупка. Харь Кришна, Харь Рама. Да. Меня как-то кто-то спросил, что означает Харь Кришна. Харь Рама это взывание богов к энергии Хары. отсюда и японцы делали Харь Кири себе. Потому что как нам говорили, ну, японцы они не знали и поэтому думали, что душа находится в животе. На самом деле, ух, смотри какой аттракцион. Смотри, как их подкидывает. Вот это их так подкидывает? Вот. Отсюда харизма и характер. Не путайте это. Хорошо, потому что хорошо, правильно, хорошо. Слово Хара. Когда у нас энергия в районе пупка здравствует, отсюда просыпается и Хара. Хорошо. Это, кстати, мы уже на паркурково въезжаем. И вообще вот где вы видите. А, кстати, Харьков это пупок мироздания. Да, 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 Харьков погибнет, погибнет весь мир. Ну, вот у Чейков вот так вот. Поняли? Пупок погибнет и все. Человек ухоплык. Кстати, отсюда и знахарь. Человек знающий Хару. Что такое? Человек живот сорвал, да? Ну, сорвал имеется в виду энергетический и были знахари, которые этот животик могли варить. Ну, я слышу сирену. Вспоминается песня вот эта выше радуги, да? Сирена, 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 ты воздух и волды, и беда. Ну, и мне было приятно поделиться славными своими наблюдениями благодаря моему другу. И поэтому надеемся, что в будущем будем снимать подобные ролики. Спасибо, до свидания.